Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футболсан. Представляю впечатление про матч 19 тура АПЛ 2023-2024 Arsenal West Ham United, в котором именно украинский легионер Канониров Александр Зинченко стал соавтором гола ворота своей команды, когда по инерции после прострела срезал мяч с центра вратарской за дальнюю штангу, где круглого в прыжке достал Боуэн. Сброс назад и Томаш Соучек без помех расстрелял ворота Давида Раи 0-1. И на Зинченко было жаль смотреть, когда он разговаривал с арбитром во время долгой вар-проверки. Александр, как и все болельщики Арсенала, надеялся, что мяч после его срезки покинул все же путь, в поле. Но варовцы после долгих колебаний определили нет, не вышел, круглый полностью не пересек лицевую линию. Так стало 0-1 на 13 минуте и Зинченко поспособствовал голу ворота Арсенала. После пропущенного гола канониры еще больше активизировались в атаке, в которых самое непосредственное участие принимал Зинченко. Но его классными разрезающими пасами в штрафную площадь Вестхема, Мартинелли, а потом и Троссарт не воспользовались по причине противодействия соперников, которые вовремя блокировали удары. Зинченко, кстати, едва не обрезался, когда отдавал пас назад вратарю через полполя. И это везение, что все тот же Боуэн провтыкал момент и не воспользовался царским подарком украинца во второй раз за первый тайм. После перерыва Арсенал продолжал искать пути к воротам Вестхема, чья защита отрещала по швам. В таких случаях говорят, что гол назревал. И он, гол, произошел на 55 минуте, только ворота канониров. Как там Зинченко не старался перекрыть в своей штрафной Константиноса Мавропануса? Грек после подачи углового моментально отклеился от украинца и головой нанес точный удар. Мяч от перекладины пересекает линию 0-2. Так что нет ничего удивительного, что через 10 минут наставник Арсенала Микель Артета меняет Мартинелли и Зинченко, которого можно считать главным невезучим матча. На данный момент так точно. И неплохо ведь наш Зинченко отыграл, но бывают такие дни, когда крокодил не ловится, не растет кокос. И как тут ни крути, а в обеих голах своей команде Александр поучаствовал. И как потом канониры не атаковали, ударом через себя в штрафной Вестхема эффектно пробивали, опасные дальние удары шли один за другим, и только мастерство голкипера Ореолы спасало ситуацию для Вестхема. Больше того, молотобойцы едва не устроили Арсеналу полный разгром, реализуя пенальти Саид Бенрахман на последней минуте, добавленного арбитром времени. Но и 0-2 для Арсенала очков не принесло. Так что невезучим вечер выдался не только для одного Зинченко, но и все его команды. В итоге имеем, что встречать новый 2024 год лидером АПЛ будет Ливерпуль 42 очка, Арсенал 40, Астон Вилла 39, Манчестер Сити 37, Сигрой в запасе, Тоттенхем 36, Вестхем Юнайтед 33. Болеем за наши команды. С вами был Саныч, до новых встреч!